На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова и вначале коротко о главном в этом выпуске. Карантин завершен. Уже завтра школьники отправятся на занятия. Рассказали о планах. Участники политической кухни встретились с главой нефтью Юганска. От полутора лет частный детский сад выдал сертификаты на бесплатное посещение. Эпидемия идет на спад. Число заболевших у РВИ гриппом в Нефтьюганске снижается. За последнюю неделю 1921 случай. Это на 500 меньше, чем за предыдущую. По данным медиков, по-прежнему наибольшее количество заболевших – это школьники. 2727 новых случаев. Но карантинные меры все-таки дали результат. На предыдущей неделе к врачам обратилось более тысячи детей от 7 до 14 лет. На втором месте по заболеваемости детсадовцы 446 малышам поставили диагноз ОРВИ. В целом, по всем возрастным группам, госпитализация с данным диагнозом потребовалась 27 горожанам. Что касается лабораторно подтвержденных случаев гриппа, за прошлую неделю их было 5, в том числе 2 у детей. Карантин продлевать не будут. Такое решение сегодня принято на внеочередном заседании Санитарной противоэпидемической комиссии. В целом, по городу идет снижение заболеваемости ОРВИ гриппом, в том числе по школьникам на 30%. В пятницу, 21 февраля, дети уже идут на занятия. Около двух тысяч горожан заболели ОРВИ за последнюю неделю. Эпидпорог по-прежнему превышен, однако в целом заболеваемость сократилась на 25%. Наибольшее количество случаев у нас зарегистрировано в возрастной группе 7-14 лет. И это составляет 37,8%. В абсолютных числах 728 человек. Но что также гораздо меньше по сравнению с предыдущей неделей. Там у нас школьники составляли 46% или 1045 человек. Как отмечают медики, в большинстве случаев ОРВИ протекает у нефтьюганцев в легкой или средней форме. Станция скорой помощи также отмечает снижение числа вызовов по данному диагнозу. Еще в понедельник регистрировалось много вызовов, связанное с повышением температуры. Со вторника стабильность снижается именно в группе ОРЗ. Количество вызовов сейчас в среднем стандартное для этого сезона. В связи со снижением заболеваемости на СПЭКе решено не продлевать карантин. В школах с завтрашнего дня, 21 февраля, дети идут учиться. Однако продолжает действовать утренний фильтр. Для дополнительного проветривания предложили сократить уроки. Кроме того, в школах, детсадах и других учреждениях продолжается действие масочного режима. И его соблюдение предложили контролировать. Чтобы эта рабочая группа прошлась по местам массового пребывания. Это, так сказать, в том числе и школы, это и детские сады, это и торговые центры, аптеки. Частные медицинские учреждения. Насколько применяется масочный режим. Карантинные меры распространяются и на проведение массовых мероприятий. Организовывать их по-прежнему можно только на улице. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Снегоуборочная техника сегодня въехала в остановочный павильон. По словам водителя, ДТП произошло из-за технической неисправности машины. Специализированные службы проводят проверку. Наезд на остановку произошел в час дня. Водитель 64-го года рождения производил очистку проезжей части от снега. Так называемая «теща» сгребала снег по краю дороги со стороны 9-го микрорайона. По словам водителя, ДТП случилось из-за технической неисправности машины. В результате столкновения пострадал один человек. Он стоял рядом с остановкой. 38-летний мужчина получил травму ноги. Сейчас по этому дорожно-транспортному происшествию проходит проверка. Что касается самого павильона, то, как отметили в департаменте ЖКХ, его в ближайшие дни восстановят. Запись на прием онлайн. Записаться на прием, медосмотр или вызвать скорую помощь можно через сайт электронной регистратуры Югры. Также там есть талоны к узким специалистам, но только по направлению терапевта. Подробнее в следующем репортаже. В Югре усовершенствовали сайт электронной регистратуры. Прежнее приложение Медбокс уже не работает. Чтобы записаться на прием во взрослую детскую поликлинике, а также в женскую консультацию, нужно зайти на сайт Нефтьюганской окружной клинической больницы. Нажать на ссылку «Запись на прием». Для входа потребуется логин и пароль от госуслуг. На электронную регистратуру попадает запись путем выгрузки расписания на госуслуги. Это происходит ежедневно в ноль часов по московскому времени. Что касается записи на прием к узким специалистам или на обследование, такое направление можно получить только после консультации терапевта. Врач выдает на руки талон для самозаписи. Если ситуация у пациента экстренная, узкие специалисты могут принять в тот же день. Если требуется какое-то диагностическое обследование, УЗИ, МРТ, КТ или же эндоскопия, пациент, придя к терапевту на прием, ему выдается направление. Если это УЗИ, значит, выдается направление, вписывается информация о пациенте, вносится его телефон. А вот эти талоны уходят в отделение УЗИ. Там формируется очередь, которая не превышает двух недель. Через портал электронной регистраторы можно оформить запись на медосмотры и даже вызвать скорую помощь. Для тех, у кого нет интернета или возможности дойти до терминала, существует горячая линия. Номер вы видите на экране, он также есть на сайте. Звонок бесплатный. Инна Новикова, Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В детский сад бесплатно. Семь гномов накануне выдал 9 сертификатов на посещение образовательного учреждения. Все 9 семей освобождены от родительской платы до конца года. По задумке инициатора этой благотворительной акции, таких счастливчиков только в этом году будет 70. С подробностями Инна Новикова. Анна, когда увидела объявление о бесплатных путевках в детский сад, не поверила. Подумала, розыгрыш. У нее многодетная семья. Сама женщина пока в декрете, ведь младшему нет и двух лет. Доход ниже прожиточного минимума. В пятницу я подала. В понедельник мне позвонили позавчера и сказали, что прийти за сертификатом. Я очень была рада, честно. Прям прыгала на улице с ребенком. Такая довольная была. Я говорю, мужу, представляешь, мы выиграли. Он говорит, неужели? Я говорю, вообще классно. Если бы не сертификат, только на оплату детских садов для двух дошкалят, у Анны уходило бы больше 10 тысяч в месяц. Для малоимущей семьи сумма по час неподъемная. Теперь женщина собирается выйти на работу и поправить финансовую ситуацию. Тем более, что бесплатная путевка действует только до конца года. До конца года это прописано в самом сертификате. Мы сразу же обозначиваем это родителям, которые принимают участие. То есть все понимают, что это мера, конечно, полезная, но временная для того, чтобы именно был стимул у семей выправить какое-то свое положение. В этом году бесплатные места получили уже 20 человек. Сейчас «Семь гномов» объявил конкурс еще на 50 путевок. В приоритете семьи в трудной жизненной ситуации, дети в которых не достигли трех лет. В данном случае документы подали только 9 родителей, так что без сертификата не остался никто. Я была очень счастлива и довольна, и вся моя семья, потому что это огромная помощь для нас, потому что мы многодетная семья. И финансы, затраты, тем более старший сын у меня подросток, и есть куда денежки девать. Благотворительная идея родилась у директора «Семь гномов» Дарьи Мироновой. Она же куратор партийного проекта «Детские сады детям» в местном отделении «Единой России». Его смысл в том, чтобы в дошкольные учреждения ребенок мог попасть не только с трех лет, но и с двух, и с полутора. Запрос на это в обществе большой. Проект «Партия «Единой России. Детские сады детям» направлен на то, чтобы как можно больше детей было охвачено дошкольным образованием. Бюджетные учреждения, государственные детские сады у нас детей принимают с трех лет. С этим указом президента мы справились. Но существует еще дополнение, по которому мы должны принимать детей до трех лет. И вот там, где не справляется государство, приходит на помощь негосударственный сектор. Такую практику «Семь гномов» планируют поддерживать и дальше, но бесплатные путевки получат уже другие семьи. Инна Новикова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Директор детского сада «Семь гномов» завтра придет в студию вечернего гостя. Как родилась идея бесплатных мест в детском саду? Кто будет компенсировать расходы, от которых освобождены родители? И что такое социальный бизнес? Об этом в нашем прямом пятничном эфире. Кто такой социальный предприниматель? Сложно ли им стать? Чем он отличается от обычного бизнесмена и имеет ли преференции? Сколько времени ушло у Дарьи Мироновой на то, чтобы создать и поднять на ноги свой социальный бизнес? Какой результат она рассчитывает получить от бесплатных сертификатов? Об этом и многом другом 21 февраля в программе «Вечерний гость». Начало в 19.10. Большой день для участников проекта «Политическая кухня». Инициативная молодежь побывала на заседании Думы Нефтьюганска и встретилась с главой города. Какую пользу извлекли ребята из этого похода, попытался выяснить наш корреспондент. После посещения Гурдумы молодые люди даже не успели обменяться впечатлениями. Главное в программе этого дня – встреча с главой города. За круглым столом с мэром молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Все они участники проекта «Политическая кухня» и у каждого в кармане своя социальная важная задумка. Антон Тарасов замыслил создать музыкальный ансамбль из людей с ограниченными возможностями. Проект направлен на то, чтобы создать этот коллектив, таким образом социализовать этих людей, чтобы они чувствовали психологически себя свободнее, развивались, раскрывались и входили в социум более, скажем так, свободно. Придумать толковый проект мало, говорит Сергей Дегтярев. Нужно знать, как его выполнить. За час разговора по душам ребята получили представление, как работает механизм управления городом. Это был первый задел на знакомство с целью дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Потому что у ребят в дальнейшем серьезные планы на социальные инициативы. И я думаю, вот эта встреча была полезна. В высокой мотивированности участникам проекта «Политическая кухня» не откажешь. Новые знания они ловили на лету. Ведь в перспективе каждый может стать помощником депутата Думы города. В случае победы, конечно. А трое лучших отправятся на стажировку в Госдуму в Москву. Кристина Кочарова, Андрей Валикжанин, Рамиль Аскаров. Телерадиокомпания «Юганск». От пейзажей до сюжетов из любимых сказок. Все это может украшать уникальные лаковые шкатулки. Миниатюры на ларцах начали создавать почти 200 лет назад. Подробнее о ремесле узнаем в рубрике «Другие новости». Пейзажи, портреты и сцены знаковых сказок украшают крышки лаковых шкатулок и ларцов, созданных в подмосковном селе Фидоскино. Этот вид традиционной русской лаковой живописи называется «фидоскинская миниатюра». Он зародился почти 200 лет назад и с тех пор мало изменился. Шкатулки делают из папье-маше. «Вот слой за слоем. В зависимости от того, какой толщины должна быть шкатулка, заготовка её, вот дальше опять обрывает краешек, следующий слой». Заготовку помещают в гидравлический пресс, затем сушат, потом пропитывают льняным маслом, смешанным с керосином. После этого снова сушат при высокой температуре. В итоге заготовка становится прочной, как дерево. Когда шкатулка готова, художники расписывают её масляными красками, строго соблюдая технологии. «Сначала работа загрунтовывается, потом переводится тонко рисунок, потом замалёвок идёт, основные цветовые пятна, потом идёт уже проработка с каждым слоем, потом ликуется третий слой». Фидоскинские миниатюры выполняют в двух стилях живописи. По плотному и по сквозному, либо виртуозно смешивают оба приёма. Благодаря особенной технике рисунки получаются живыми и объёмными. «Все изделия уникальные, которые мы делаем, потому что технологии, которые мы используем, нигде в мире уже не делают такие вещи. И только вот здесь у нас Фидоскина осталась. Поэтому вещи ценные, и плюс ко всему эти вещи ручной работы, практически весь цикл исполняется руками, с минимальным использованием механизации». Производство уходит корнями в конец XVIII века. Сначала на фабрике делали лакированные армейские козырьки, потом добавили изготовление табакерок. А к середине XIX века уже выпускали табакерки, бисерницы, шкатулки и другие изделия, украшенные лаковыми миниатюрами, выполненными масляными красками. Историю Фидоскинской лаковой миниатюры хранит местный музей в доме-усадьбе купцов Лукутиных, когда-то владевших фабрикой. «Очень это удивляет и восхищает, что уже конец XIX века получается, и уже такие мастера были. Прекрасно. Будем смотреть дальше». В музее проходят мастер-классы, чтобы гости могли ближе познакомиться с этим русским народным творчеством. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok